Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео. Источники утверждают, что Binance собирается на экстренную встречу в Дубае в ближайшую неделю. Конкретный день и дата не разглашаются, ровно как и тема встречи. Об этом стало известно около двух недель назад. И сегодня у нас есть некоторые признаки, что у Binance может быть немного больше проблем, чем мы думали. Посмотри на это. Всего несколько минут назад CoinDesk сообщил, что на этой неделе биржу покинули три высших должностных лица. По всей видимости, это связано с давлением со стороны расследования Минюста США, которое ведется уже несколько месяцев. Главный юрисконсульт, директор по стратегии и старший вице-президент по соблюдению нормативно-правового соответствия Binance – это одни из тех, кто подал в отставку, сообщил агентству Fortune источник знакомой ситуации изнутри. Пресс-секретарь Binance пока еще никак это не прокомментировал. А это Патрик Хиллман. Он был директором по стратегии в Binance, а также менеджером по глобальным кризисным ситуациям в той же бирже. Он опубликовал этот твит. Извините за опечатки, но я не ожидал, что буду писать об этом в Твиттере. Это правда, что я ухожу из Binance, но я расстаюсь с ним в хороших отношениях. Я здесь уже два года и провел эту компанию через ряд кризисов и регуляторных проблем. Terra Luna, Three Arrow Capital, FTX. Несмотря на все эти коллапсы, компания продолжала расти. Моя жена скоро родит второго ребенка, так что мне пора отойти в сторону. Блокчейн и криптовалюта никуда не денутся, и я ожидаю их взрыва в будущем. И все бы ничего, но как-то это не сходится с тем фактом, что множество других высокопоставленных чиновников Binance уходят прямо сейчас, в то же самое время. И если честно, этот пост с самого начала похож на какое-то экстренное включение, как будто Патрику сказали, что нужно потушить огонь. Дело шито белыми нитками, как пишет Whole Press. Конечно, Хиллман пытается представить свой уход в хорошем свете, с хорошими отношениями с Binance, но все сразу не уходят в одно и то же время, если отношения хорошие. Уилл Клименте цитирует твит Брэда Харрисона, который являлся президентом американского подразделения биржи FTX прямо перед крахом биржи FTX. Вот что тогда писал Брэд. «Эй, послушайте, я ухожу в отставку». Далее он описывал то, как ему было приятно работать в FTX и вырастить эту компанию с трех сотрудников до более чем ста сотрудников только в Соединенных Штатах. И это было 27 сентября 2022 года, примерно за месяц до того, как биржа FTX рухнула в ноябре. Поэтому это выглядит странно, когда топовый менеджер Binance пишет, «Эй, посмотрите, я просто-напросто решил сосредоточиться на других вещах, в то время как множество других тоже уходят». «Я не думаю, что кто-то действительно купится на это». «Инсилика поделился очень интересной идеей. Генеральный план BlackRock по получению одобрения SEC на запуск спотового биткоин-ИТФа включает в себя инсайдерскую информацию о том, что Binance потерпит крах. Потому что если Binance потерпит крах, то технически криптовалюта будет соответствовать требованиям одобрения спотовых ИТФ в Соединенных Штатах Америки». Очень интересная мысль. New York Times пишет сегодня о том, что Федеральное бюро расследований ФБР США также нацелилось на основателя биржи Кракена Джерси Пауэлла. Дом бывшего директора Кракена уже обыскивают. Официальная причина – взломы и преследования различных групп людей. Вспомним также и то, что SEC буквально выдавила некоторые сервисы и услуги Кракена с американского рынка, например, криптовалютный стейкинг. Добавим к этому и то, что абсолютно все крупнейшие финансовые организации – Fidelity, BlackRock и другие, подавшие повторные заявки на запуск спотовых биткоин-ИТФ, указывают в качестве партнера биржу Coinbase. Не Кракен, не Binance и не остальные. Именно Coinbase. В заключении я видел, как Binance пережила несколько совершенно безумных обвинений, например, в уклонении от правил той или иной юрисдикции. Кажется, что CZ – это просто мастер-спасатель. Но сегодня мы увидели последствия той самой экстренной встречи топ-менеджеров Binance в Дубае. Мы увидели, что эти топы уходят. А значит, Минюст США и глобальные расследования, которые мы наблюдаем во многих других странах, например, в Великобритании, в Германии, в Австралии, в США, пытаются затянуть петлю на шее Binance. И я не хочу раздувать панику, нет, вовсе нет. Я просто хочу предупредить, не нужно хранить все свои деньги на Binance или на Кракене или на любой другой бирже. Если ты держишь свои сбережения на бирже, ты очень рискуешь. Запомни, как только ты пересылаешь деньги на любую биржу, эти деньги уже не твои. Просто нужно об этом помнить. Вывести деньги из биржи – это просто избавиться от риска. И я не удивлюсь, если Binance проживет еще много-много лет и будет успешно бороться, как зверь. Но зачем рисковать всеми своими сбережениями? Храни свои долгосрочные активы на кошельках, на холодных кошельках. Используй биржи только, если тебе нужно свершить какую-то торговую сделку. Береги себя. А меня зовут Богатейший Ди, и мы увидимся с тобой совсем скоро в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok